что это вы тут задумали и мало тебе походов до по волхову решила еще прогуляться где наш именинник принц можно с вами сграфироваться уже просто устали снимать сами себя не заснеем выходим туда выборский залив идем вокруг острова да там остров какой-то остров пасхи будет остров пасхи куда-то туда конечно по звездам это учебники еще нас вывозить на карты а как-то вы здесь крепостной мост обовский замковый такие названия носила самая старая первого года первоначально мост стоял на деревянных понтонах затем дно пролива забили свай из лиственницы длиной 31 метр во время осады замка мост как правило сгорал до уровня воды затем сваи наращивали и он продолжал служить долгие годы к мосту швартовались парусники и пароходы вставали на стоянку яхты с него ловили рыбу и купалась детвора разводная часть моста для пропуска судов несколько раз перестраивалась сначала пролет моста съезжал на роликах под мостовой набережной а позднее сделали поворотную конструкцию на одном центральном уке создав два прохода для движения судов во время разводки движение по мосту трамваев людей и конных экипажей приостанавливалась современный бетонный вариант переправы был разработан и построен к олимпиаде 1980 года так как большинство спортсменов из стран скандинавии ехали в москву через выборг выборжский замок возведен на скалистом островке в центре пролива в 1293 году на месте разоренного шведами новгородского и карельского поселения в результате третьего крестового похода замок неоднократно перестраивался по требованиям обновления крепостей первая каменная постройка башня донжон она названа в честь олафа крестителя скандинавии квадратная в плане со входом по деревянной лестнице на второй этаж 1294 году новгородцам не удалось вернуть город в свое подчинение вокруг башни выстроили стену которая превратилась со временем в комплекс построек вокруг прямоугольного двора позднее пристроили еще две стены на территории появились казармы кузнечный двор и арсенал часть залива застроили внешней полосой бастионов высотой со скалу до 12 метров в небольшом белом здании с проездными воротами наместник замка принимал просителей убитым дно свайным опором которые назывались палы крепились понтоны мостки для грибных и морозных водоплесных жителей напротив пухты солнце и пищевые песни это название традиционно имели берега которые по своим характеристикам и местоположению использовались для верфи есть пески петрозаводске новгороде и петербурге в выборге с 1710 года строились средние и малые галеры для русского флота они использовались в шхерах и в системе сайменских озер на нем располагалось частное имение интересные в облеском замке на трех островках связанных мостиками размещались степеля для хранения судов в зимнюю пору и использовались для грибных на противоположной стороне клаватора находится остров Меолюсари на нем располагалось частное имение интересно что здесь есть точка с повышенным уровнем радиации из-за гранита общий радиационный фон в окрестностях выборга составляет от 4 до 8 микрорентген в час из-за наличия свинца в местных породах гранита с названием Рапа Киев здесь все шхеры из камней камни одиночно лежащие в Ладоге шхеры из скал городской фарватер сегодня не используется для прохода крупных судов масты еще и фарвард и больше не являются разводными а в начале двадцатого века жизнь города на воде была не менее оживленной чем сухой набережная все руками сделала на правом ходу курсировали по акватории Выборгского залива по 11 маршрутов связывая утра на островах с рыночной площадью в Выборге располагалось пароходство курсировали не только в Выборге но и по всем каналам и рекам Санкт-Петербурга их назвали ласково финлянчики в город везли рыбу лесную ягоду, молоко из города на острова ехали дачники и отдыхающие парусные грибы и лодки были таким же обязательным атрибутом успешного горожанина как у современных автовладельцев и поднимашек вдоль всего побережья размещались пристани и деревянные сходни перекинутые через цепи гранитных валунов паровые буксиры круглосуточно трудились в буксировке леса на пилорамы за берегов Сайминского канала на поворотах платы двигались по имерции и могли повредить причалы и рассыпаться сами чтобы уберечься от этого в дно залива были забиты особые сваи связанные в тумбу пучком их называли смотри крепление поражая досаду от случившегося конфуза мы сейчас говорим ёлки в советском были там рымы такие двухметровые на них военные корабли крепили за эти камни о кстати вон рым как раз вбит видишь о озвучил герой Вене Мэмин в келажных терминах Вира и Майми у нас хороший именинник не забывает про друзей с раскладкой камня вокруг корабля используя полистом его южный слаб древнее на двадцать веков и мы знаем его как трапезон трап сухой промозглой схода на суше мне Ладога больше нравится в Кубское место в Кубское место тоже судилище на поюбке разбойников и сублог на руку сюда подходили суда скандинавская патастрофа вот это похоже уже на Ладогу кажется что он едва держится но держится он уже целые века так на дно как его задумал Людвиг Геотрих Николаи похоже на Ладогу похоже на Ладогу здесь кусочки в Кубское место здесь кусочки здесь кусочки китайские пагды и турецкие шатры где культура западной Европы и экзотического востока соединяется с удивительным скалистым ландшафтом Южной Карелии именно гранитные скалы делал парк Монрепо уникальным парком во всей Российской империи было всего три скальных пейзажных парка парк Софиевка графов Потоцких и в Выборге парк Монрепо баронов Николаи Небольшой архипелаг образует несколько островков которые соединяются по гостям и по гостям на одном из островков самое старое парковое сооружение мраморная колонна посвященная российским операторам Павлу Петрову и Александру Петрову колонна появилась в Монрепо на 1704-м К и еще один островок носит завал на острове Лужин это детский прозрачий сын Людвига Николаи Он же самостоятельно создал здесь на острове свою первую ландшафтную композицию А вот она А вот она А вот она Лужин Хорошо так природа природный ландшафт обыграть Ну здесь идеально это сделано Класс Здесь скала Из-за скалы сделали здесь парк Здесь камни наносили Навалили А вот это вообще ну прям Ладога Такие же скалы Там были на Белом море А там целые острова такие Острова как один Скалистые? Нет Там такая агрессивная видимо природа что один остров он один камень и нету ничего Причем там 500 метров камень на 300 метров Да Там еще более суровее чем на Ладоге Никто не конечно не живет Там остановиться подойти к нему никак Друга Людвига Генрика Николаи Да мы когда на сладкие подходили Очень глубоко Ну как на просить на 230 метров Во флигеле усадебного дома был устроен рабочий кабинет Людвига Николаи Там другое там Приливные отливные Слой Слой это кипение воды Ну как Там же барон Николаи Писал о нем Дальше Со всех сторон бурление Волны по 2 метра Рядом с усовенным домом Библиотечный флигель В котором разместилась библиотека Собранная двумя поколениями баронов Николаи Одна из крупнейших частных библиотек Великого княжества финляндского Насчитывающая более 9000 томов В 1915 году Тогдашний владелец Монрепо Пауль Эрнст Георг Николаи Передал библиотеку в университет города Хельсинки С условием недвижимости коррекции Лена, вот как надо берег Ладоги сделать нам причал На вершине прибрежной скалы Расположена одна из самых красивых видовых точек парка Барон Николаи назвал эту скалу «Холм качелей» Посмотри как на Ладогу похожа Вот эта скала Это скала как похожа на Ладогу Белоснежная беседка для отдыха Или чайная беседка С холма чайной беседки Открываются учрители по красоте Скалисты полуострова Украшает парковая затея Павильон напоминающий маленький античный храм При Людвиге Николаи В нише павильона была установлена Скульптура римской богини Пенетас На соседнем мрачном скалистом острове Возвышается как мало Людвигсбург Которая появилась в Мадрепо В двадцатых годах девятнадцатого века Построена она по проекту Английского архитектора Чарльза Хитката Тейтема При Людвиге Николаи Остров назывался Эрмитаж Уединенный уголок Людвигштайном остров стал называться После того, как сюда были перенесены Останки Людвига Николаи И его сеструги Иоганны Маргаретты В склепах на острове нашли Последний приют Двадцать пять членов семьи Николаи Людвигштайн с берегом Связывала паромная переправа Которая была устроена По указанию Пауля Николаи На острове Людвигштайн Садовник имения Мадрепо Иоганн Бистерфельд Соорудил парковую затею грот Одну из стен грота Украшал маскарон медузы Гаргоны Один из путешественников Писал о гроте на острове Людвигштайн Далее находилась пещера в скале Из глубины которой Пристально смотрела устрашающего Вида голова медузы Остров Людвигштайн Всегда был закрытой территорией Посещать остров можно было Только с разрешения Или в сопровождении хозяев усадьбы Дальше Вдоль побережья бухты Которая называется Защитная Протянулась лесная часть Мадрепо В этом уголке парка Немало сюрпризов для путешественников Маленькие пруды С перекинутыми через них березовыми мостиками Хижина отшельника Или пустынька Скромная бревенчатая постройка Напоминающая о простой благочестивой жизни Самое мистическое место Мадрепо Грот желаний Гранит и Мадрепо Эти забавы грозных сил природы Как назвал их поэт Владимир Адаевский Просто требуют Чтобы среди них устраивали пещеры Хаосы камней, туннели Каскады и конечно гроты Один из путешественников писал Мы прошли в очень узенькое отверстие Между двух больших и острых камней На которых вверху Лежал огромный массивный гранит Бурого цвета Готовый, кажется, сию минуту оборваться И накрыть пришельца Дерзнувшего быть свидетелем такой Игры природы До сих пор не утихают споры Создан грот природой, ледником Или это дело рук человеческих Этот грот в парке Монрепо Человеческая фантазия Наделила способностью Исполнять загаданные в нем желания Верят в это чудо И нынешние посетители парка А за гротом начинается Настоящее царство гранитных скал Выборгский гранитный массив Один из самых крупных Его площадь 18 тысяч квадратных километров На этой площади могут разместиться Два острова Кипр Или Республика Финджи В океане Возраст наших гранитов Один миллиард семьсот миллионов лет Выборгский гранит Известен по названию Робокиры В переводе с «Инс» Человеческая фантазия А дальше, дальше идёт Скалажина А вот это да Все, это конец Это конец света Нет, у нас с армии А вот так и стоят Уже это конец Все это конец Это конец Это конец света Из которых В 9-11 веках Выделились И сформировались Этносы Финно-Полгорской Языковой группы До Рождества Христова На берегах Сарматского моря Скифы Соседствовали С матриархальной культуры Скандинавии Снова Обратимся к Геродоту Скифы На севере Граничат с Амазонками Их разделяет Широкая и Полноводная река Больше похожая на море С большим количеством Проливов И рукавов На островах Этой На водной реке Несколько раз в год Устраивались Совместные праздники Игрища И гладиаторские бои Во время праздников На островах Совместно Зачинали детей И спустя 9 месяцев Согласно Единого договора Амазонки Передавали Народившихся Мальчиков А девочек Оставляли себе Так В святилище Монрепо Мона 1 Ре Водокород Появляется Остров Важнейший процесс Жизнь Социума Остров Любви И под покровом Ночи Под прикрытием Береговой батареи Велось техническое Обслуживание Немецких субмарин И загрузка Боекомплекта Между тем Экипажи Отдыхали Один-два месяца В здании Бывшей Учительской Семинарии Школе Юнг На берегу Бухты Защитная Плавущие Понтоны У скал Монрепо Служили пирсами Для лодок А топливо Поступало По трубам Из скального хранилища Укрытого Толщей Гранита До сих пор Здесь Под толщей Воды Лежат затопленные Баржи С боеприпасами Семь футов Подкили Семь футов Подкили Дорога Финляндия На яхте Да, вот здесь в навигаторе можно дойти до стороны Тысячи озер. Куда сейчас ходить-то, что ли? То ковид, то еще интереснее. Северная конечность острова Твердыш – перекресток трех международных трасс, соединяющих Скандинавию с Россией. Автомобильные и железнодорожные мосты перекрывают фарватер, ведущий на Сайминский канал с выходом во внутренние озера Финляндии. Мосты – уникальные гидротехнические сооружения высотой в 24,5 метра и длиной 467 и 460 метров. Время постройки пришлось на 1965-1968 годы. Работы над автомобильным мостом велись совместно с финскими строителями, а насыпи для подъема автомобилей на мост протянулись на полтора километра в обе стороны. Углубление канала и расчистка фарватера позволили кораблям проходить на Сайму, минуя городской пролив около замка, и он постепенно перестал использоваться для судовых перевозок, кроме туристических маршрутов. Наши друзья сюда ходили, гидрогов из Москвы, корабли. Они даже здесь ходили, в Швеции тоже ходили. Мы из-за этого вида все заставили, и вот пошли сейчас они на Белом море в этом году. Это фарватер. Столько буев, видимо, очень большие скалы торчат. Знаменитого деятеля культуры XVIII века, князя Адаевского. Передавая земли во владение приближенных сановников, Петр I ставил обязательным условием государеву службу по поддержанию в рабочем состоянии стратегических дорог, мостов и паромных переправ. Имение имело постоялый двор, конюшни, кузницу, сельскохозяйственные угодья. Ронка, в переводе с финского, место для плохих финских мальчиков, место для малолетних преступников, где они проживали, обучаясь сельскому хозяйству за счет императорского благотворительного фонда, возглавляемого Адаевским. По вкладу в культуру, это имение... Выборгский залив. Да, вот яхта пошла на выход. Великолепно сохранился участок той самой королевской дороги 16-18 веков. Мощеный булыжником с водосбросами, откосами и мостами. Не, интересно, стоило бы сюда прийти? У меня даже была такая идея сюда навигатор притащить на джипе. Как вам прогулочка? Давай будем где-то. По морям, по океанам. Шикарно. Мы будем где-то расслабляться. Серега, как всегда, запускает дрон. Ждем видео с нашего летающего друга. А мы такие не отдыхаем. А вид-то какой. Крепость. Я буду трапезу еще. Три храбрых сердца собрались. А вы что? Она трапеза. Сегодня вот чертова. Леди Гага. Леди, какая там леди? Леди какая? Вроде. На бровях. На бровях. Чай селеный, можно ли? Девушка. Именилика, чай селеный. А вы какой свой? Именилика, чай селеный. Так. Чай селеный, спятый, пожалуйста. Спятый. А чай селеный не будет? А, можно сейчас, да. Так. Сколько кружечек? Сколько? А у вас кружечки или... Чайничек 0,5. Сколько кружечек? Три. 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 Три кружечки. Чайничек 0,5. И три кружечки. Извините, ради бога. Ну, а это работа. Жарко у вас просто. Извините, пожалуйста. Это мая. И хорошее настроение не покидит больше вас. А мне из салатика пэк скребу. Ни один гусху не дрогнул на лице. Какой вам блюдо понравилось больше всего? Да я вообще забыла, что это пэк скребу. Это Кандинавия? Да, да, да. Такое ощущение, что его сфотографировали, когда уже гости его помнят. Это не то название. Это блюдо пернутое. Девочки, ты договариваешься? А что? Ну, Гякуль сказала, что да. Я не могу на камеру говорить, я с ней. Она, да? Поехали. Нет, я не на камеру, я для Сереги. Да, конечно. Серега, ты же понимаешь, Петровичи поздравляют тебя, припоздравляют, потому что мы тебя любим, прилюбим. Подарок состоит из двух частей. Одна часть, ну, она такая практичная, тебе пригодится, а вторая часть, для души, эмоциональная. Я думаю, лучше надеемся, что тебе понравится. Серега, я не могу, я не могу, что ты смеешься. Нет. Можно? Ну, давай. Распаковочка. Саша, распаковочка. Давай, давай, давай. Ну, начинай. А почему ты меня рядом посадила, Саша? Давай, давай. Зачем ты меня рядом посадила? А что там? А что там? Нам очень интересно. Из секшопа чего-нибудь? Ну, это было бы здорово. Ну, похоже, что нет еще. Нет, это просто... А, ну да. Можно и так. Это эмоциональная часть. Пока чуть. Ты прекрасен, Серега. Ты просто... Ты что знаешь? Ты великолепен! Это твой день рождения на котирочке. Это моя любимая. Это Бартилло. Это фантенол на... Фантенол. Это просто чудо. Мне показалось, так трогательно. Это Карибы. Ну, это вы сами там подумаете, может быть, куда-то оформить. В водопадах. Это водопады, да. Водопады называются Эль Лимоне. Ну, мне он просто здесь очень нравится. А это вот парочка-парочка. Ну, это... Да, это хорошая фотография. Ну, а это вдруг пригодится в хозяйстве. Это делать пока едущие. Да, Серега, она классная. Она ничуть не хуже всяких там супер-пуперских. Видишь, не палка? Это ссылка-палка. И здесь вот есть, вот видишь, вот так вот можно сделать еще. Да, я знаю. Ну, все, Гоубро 10 теперь надо брать. А здесь прямо... Вот даже серега. Просто... Ну, это свекусенькая. Все равно безвекусенькая. Спасибо, дорогая. Спасибо, ребята. Это вот такой... Ну, вот он из двух частей. Снимает. Да все, все снимают, да. Ого. Пожалуйста. Капитану Григорию, пожалуйста. На столик. Капитан, и родина его Макси. Сейчас мне то же самое принесут такое же. Пойдем. Ах, красотища. Спасибо. Это красиво. Это храброе сердце? Да. Это храброе сердце. Это храброе сердце. Вот оно. Вау. А это булочка для храброго сердца. Подгорает. Это храброе сердце. Это храброе сердце. Осторожно, очень горячее. Это нежное сердце для храброго сердца. Ну что, здравствуй, тавердушка. Здравствуй, говорит тавердушка. И снова здраво. И снова здраво. И снова здраво. Не, первый раз. Сейчас и дегустируем. вот он салат я говорю хочу зайти посмотреть да да ты там что-то им еще сказал только спросить Потому что мы только спросили. Пронесли? Давай, переделай. Что там все плохо? Ну, в условии, я знаю, такая жопая. Ну да, антураж не очень, да? Да, не очень. Давай, переделай. Ну давай. Надо три делать. Попробуем разговаривать. Это же надо так, если делать. А что ты это положил? Это парус. Смотри вниз. Парус, смотри у тебя. Парус. Давай. Смотри, Олег. Еще брусника у тебя. Брусника у тебя. Где? Брусника внизу. Вот брусник вытащили. Вон там. Вот там вот. Приподнимем. У тебя достал. Девушка. Ну, в общем, мы будем готовы. Девушка. У тебя уже все. А сюда вставим. Анне, 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 Анне. Девушка. А наверху там? Это слушательная помещина. Да? Спасибо вам, да. Раз, два, два. Субтитры сделал DimaTorzok